Окей, сегодня я буду говорить про сервер лес приложения на платформе Amazon Serverless. В частности рассмотрим один пример именно аппликейшн на Python. Окей, для начала что подразумевает обычно под сервер лес? Изначально под сервер лес подразумевалось то, что еще называется backend as a service. Это когда весь backend мобильных приложений, сайтов, он у нас управляется какими-то третьими third party. Когда не ты за него отвечаешь, когда за него отвечает и управляет им кто-то другой. И когда у тебя по сути все твое приложение, это просто reach client к этому backend as a service. Также под сервер лес понимается function as a service. Это когда все-таки некая часть этого backend все-таки управляется тобой. Ты пишешь туда чуть-чуть кода. Ну а в принципе это то же самое, что и BAA. Четыре основные характеристики это то, что какие аппликейшн они, во-первых, не имеют состояния. Они не сохраняют в себе состояние. Состояние может быть имплементировано, например, на платформе Amazon с помощью AWS State Functions. Ну или же как-то там через Storage имплементировано. Эти аппликейшн они event-driven. То есть для того, чтобы эта аппликейшн запустился, что-то сделал, что-то происходило, должен быть какой-то ивент. Под ивентами в основном подразумевается это либо request HTTP, либо событие на каком-либо сторидже. В случае с Amazon платформа это событие, например, на S3 или в DynamoDB. Либо же это какая-нибудь нотификация от системы notification. То есть это, например, может быть SNS, в случае Amazon, Symbol Notification Service. Да, и если какие-то аббревиатуры там или название, которое я говорю, не всем понятно, пожалуйста, перебивайте. Я буду чуть-чуть пояснять, о чем я, что я именно имел в виду. Вадим, я перепрошу, а можно попросить тебе попробовать, не смешно, вроде бы, ну, жесть, ничего-то. Да, сейчас я попробую подключить гарнитуру. Например, так. А, так, знали, супер. Это чудесно. Спасибо за информацию. Окей, дальше. А также эти applications характеризуются тем, что они эфемерные, то есть у них нет в толком состоянии, они нигде, ну, то есть, их не существует в принципе. То есть существует какой-то раздеплоенный код, который чаще всего лежит на сторидже, или просто, ну, да, чаще всего он лежит на сторидже, и все, во время запуска, то есть, когда происходит какой-то ивент, это все запускается, отрабатывает, и все, исчезает. Больше дальше этого нет. Есть только описание конфигурации этой вещи. И эти вещи, они демпатентны. То есть, по-хорошему, запуск одного и того же кода, одной и той же функции, он никак не связан с предыдущими или с последующими запусками этой же самой функции. Типичные use-кейсы таких вещей, это backend, для всего, чего только можно придумать. Маркетинг сайт Амазона очень упирает на IoT сейчас, ну, а mobile и web backend, ну, само собой разумеется. Это IT operations, причем в плане IT operations, здесь подразумевается именно IT operations внутри самого клауда. То есть, когда вам необходимо автоматизировать какие-то вещи по управлению вашей инфраструктурой, то вот здесь как раз хорошо применяется сервер лесоприложение. Дальше это работа с датой, это DTL, задачи и real-time data processing. Дальше я хочу остановиться на ZyProtit. Я вот эту вот картинку нашел на сервер лесу architecture.com. Тут вот показано, что когда-то все мы были такими примитивными, работали вначале на физических, потом на виртуализированных серверах, и потом в конце концов человек прямо ходячий сервер лес. Я довольно-таки имею нотку скептицизма, скажем так, в моем отношении к этой картинке, потому что мне кажется, что вот когда несколько там в 2012 году, по-моему, году релизили докер и поднялся в хайп вокруг докера, и говорили о том, что вот все надо контейнеризировать, все надо засунуть в докер. И сейчас мне вот кажется, что тоже наблюдается такая тенденция, когда читаешь маркетинговые разные статьи, ну и просто технические статьи, даже технические статьи, то все очень сильно делают упор на то, что все надо делать сервер лес, что сервера не нужны. Я хотел бы сразу сказать, что я ожидаю вполне вопросов в конце презентации о том, как, например, сделать сервер лес какой-то аппликейшн, который будет выполнять какие-то определенные задачи. Как вот без состояний, как вот на этих инструментах решить какие-то задачи. Я хотел бы сразу сказать, что, наверное, если сразу ответ приходит в голову, то, наверное, лучше этого и не делать. Точно так же, как и до этого было с контейнерами, что когда у вас какие-то вещи не контейнеризируются, лучше их, наверное, не контейнеризировать. То есть, хочу сказать, что я не хочу четко сказать, что Go Serverless только когда надо. Итак, что у нас из таких позитивных сторон этого сервера? Во-первых, у нас отсутствует, точнее у нас присутствует, но не входит под нашу ответственность. Это сервера и инфраструктура, которую нам надо настраивать, управлять. Дальше будет рассмотрена чуть попозже задача, над которой я недавно работал. Она была как раз выполнена классическим Django-аппликейшном с серверами, с подключением к базе данных, со всеми вот этими вещами, которые мы привыкли делать, когда просто пишем Django-аппликацию. И вот я посмотрел на Work Breakdown Structure для этого проекта, и приблизительно 30% от всех времени и задач, которые было потрачено на разработку этого решения, это было именно настройка серверов, описание деплоймента, описание требований к инфраструктуре, к environment. То есть, я хочу сказать, что довольно-таки немаленькая часть работы это все-таки обслуживание серверов, инфраструктуры и администрирование. Ну и даже подготовка вашего кода к работе в какой-то инфраструктуре. Еще один плюс – это то, что вам не надо, по большому счету, беспокоиться о Scalability, потому что, когда вы покупаете, когда вы используете каких-то сервер-лис провайдеров, то у них это уже идет из коробки, они об этом уже позаботились. И в теории, да, в теории у вас, конечно, все должно скейлиться просто моментально, не должно быть никаких задержек, но как мы чуть дальше увидим, это как раз является одним из минусом, то, что на запуск нового инстанса вашей функции необходимо какое-то время, то есть она не стартует мгновенно. Также то, что, ну, из хороших сторон, то, что мы платим за использование. Если на вашей аппликейшн сейчас нет никакой нагрузки, то, естественно, никакие функции не вызываются, ничего не стартует и ни за что не платите. Естественно, если сравнивать с арендой, например, контейнеров в том же Google Cloud, то вы покупаете контейнеры, и они у вас есть, и вы за них платите. Ну и про физические сервера, ну, точнее, не физические сервера, а виртуальные машины, эти же EC2-инстансы, собственно, и говорить не приходится, вы за них просто постоянно платите. Ну и еще то, что high-level-ability and found fault-tolerance out of the box, это так же, как и scalability, за это несет ответственность провайдеров серверлес-платформы. Минусы. К минусам можно отнести, например, вот эти вот четыре вещи. Это execution duration. У нас наша, ну, вообще серверлес-парадигма, она не подразумевает то, что ваши задачи исполняются неделями. То есть у них есть ограничения по тому, насколько, сколько долго будет исполняться ваша функция. То есть в идеале это что-то запустилось, отработало пару секунд, и все, и функция умрла. Это startup latency также еще, о которой я уже упоминал. То есть функция, она не стартует мгновенно, необходимо какое-то количество времени, чтобы запустить среду исполнения, запустить ваш код, ну и все остальные накладные расходы. Проблема также может быть с мониторингом и дебаггингом, так как вы не можете подключиться по SSH к серверу, запустить, например, интерпретатор Python под, например, S-Trace, отладчик системных вызовов такой, и посмотреть, что на самом деле происходит. То вот это как-то ограничивает вас все-таки в том, как вы можете мониторить и дважить ваш код. У вас все-таки отсутствует очень много возможностей. Ну, по крайней мере, то есть у нас доступны логи через Amazon CloudWatch сервис. То есть мы, если имплементируем нормальное логирование, то в принципе никаких особых проблем не будет. Ну и не будет legacy support. То есть под legacy здесь имеется в виду какие-то старые монолитные приложения, которые были написаны без вот этого вот басборда serverless в голове, который когда-то кто-то спроектировал, и такие вот приложения мы, естественно, мы не сможем перетащить в эту платформу. Придется, как и раньше, использовать ту среду, под которой эти приложения описались, и в которых подразумевается, что они будут использоваться. Четыре основных провайдера — это Amazon, IBM, Microsoft и Google. Сегодня мы будем говорить, в принципе, о Амазоне. Могу сказать, что с Google Cloud Functions и IBM Blue MX не приходилось работать. На Microsoft Azure Functions пытался с ними работать, но учитывая общее мое отношение, не совсем позитивное к сервисам Azure, у меня ничего абсолютно с этим не получилось, но учитывая агрессивный маркетинг Microsoft и то, как Azure пытаются очень сильно продвигать, я думаю, что в скором времени на нас посытятся проекты, в которых это будет requirement использование Azure Functions, и никуда от этого мы не денемся. Согласно маркетинговому сайту Амазона, они берут некий набор своих сервисов и описывают это как Amazon Serverless Platform. То есть это набор сервисов их внутренних, которые идеально подходят с их точки зрения для разработки serverless applications. Основные это AWS Lambda, это собственно то, что исполняет наши serverless функции. Это Amazon API Gateway, который реализует в принципе доступ извне к вашим функциям для внешних клиентов. Это S3 и DynamoDB сохранение данных. Ну и внизу LOD4 я еще вынес, скажем так, второстепенных вспомогательных вещей, которые также часто используются при построении serverless applications. В принципе сегодня будем исключительно о LAMBDA и немного о API Gateway. Окей, LAMBDA. В принципе, если с точки зрения пользователя AWS Lambda это такой сервис, который позволяет вам сказать откуда загрузить ваш код в zip-архиве, либо написать этот код напрямую в редакторе в AWS консоли и описать ивенты, при которых этот код будет выполняться. Основные вещи, которые можно использовать внутри, использовать с AWS Lambda, это версионирование функций. То есть у вас может быть несколько версий одной и той же функции. Здесь у нас есть поинтеры и версии. Версии у нас и мутабельные, и поинтеры мутабельные. Поинтерами обычно выступают, например, какие-то такие вещи, как описание environment, то есть development, staging, prop, preprop. И они просто указывают на версии. Еще у нас есть для LAMBDA переменное окружение, через которое мы можем каким-либо образом тюнинговать нашу application. Эти переменные окружения также нам доступны в AWS консоли для редактирования. Ну и, в принципе, как будет показано позже, переменное окружение мы можем хардкодить прямо в сам application, чтобы они там уже были. Это, в принципе, как и простые переменные окружения. В Unix это пара ключ-значения доступны у нас через как стандартное переменное Unix окружение. Либо еще как вариант можно использовать инструмент .env, когда мы в файл прямо вот в application можем записать эти все переменные окружения, и потом в своем приложении этот файл сочетать и работать с ним дальше как обычными переменами. После того, как, ну, то есть имея написанный код или в AWS консоли, или указав, куда его загружать, нам надо как-то этот код запускать. Вот здесь вот практически полный список того, что может триггерить исполнение этого кода. Ну, 90% примеров, которые встречаются, это S3, DynamoDB или SNS. SNS активно используется для какой-то кооперации между несколькими Lando Functions. Ну, то есть практически любой внутренний сервис Амазона, практически любой, он может триггерить исполнение функции. Окей, теперь я хотел бы чуть рассказать, как мы можем, собственно, исполнять Птоновский код на AWS Lando. Для этого я опишу вначале задачу, которую буду я решать, в точнее, которую я уже, в принципе, решил с использованием джанги. Ну, хотел бы показать, как это можно было бы дешево сделать с использованием AWS Lando. Итак, это скриншот с сайта AWS Marketplace. На этом сайте производители программного обеспечения, либо просто люди, которые что-то могут собрать, например, какой-то инстанс с каким-то тяжелым аппликейшеном, на этом сайте люди могут это продавать. Ну, как продавать? Они могут сдавать, по большому счету, в аренду вот эти вот инстансы. Пользователь может зайти сюда, найти инстанс с тем аппликейшеном, который его интересует, заказать его. И дальше есть два пути. Если это хорошо и классно построенный продукт, который здесь продается, то будут задеплоены инстансы, пользователь получит аксесс к ним и начнет работать с аппликейшеном. А если это, как в моем случае, было не совсем идеальный, не совсем идеальный случай, то после того, как здесь пользователь укажет, сколько чего и какого аппликейшена он хочет купить себе, то он будет задирекчен на внешний хендлер покупки, который обычно хостится у производителя, который здесь продается. И дальше уже этот хендлер будет какие-то кастомные действия, например, уточняющие вопросы какие-то задавать. В общем, он будет собирать дополнительную информацию и дальше вот что-то делать. В моем кейсе просто отправлялось письмо со стиме, которое в своем уже облаке деплоила приложение и потом уже контактировала покупателя и сообщала ему IP, логины и пароли, по которым он мог подключиться к этому аппликейшену. Собственно, задача была написать вот этот вот хендлер, на который пользователь будет редиректиться после того, как он здесь выберет, что он хочет покупать, и нажмет Create Contract. Флоу с точки зрения, ну, флоу покупки, оно выглядит таким образом. Вначале кастомер покупает, указывает, что он хочет купить, потом AWS redirected его на хендлер. И дальше вот третий, четвертый, пятый и шестой пункт, собственно, то, что этот хендлер аппликейшен должен сделать, согласно гайду от AWS. Он, во-первых, должен получить то, что уже есть у Амазона на этого пользователя и на эту покупку. Дальше четвертый пункт, он как опциональный, в принципе, четвертый этап и опциональный. Это были требования именно этого аппликейшена. Четвертым пунктом мы запрашиваем у пользователя дополнительную информацию, то есть бизнес-адрес, contact point и все такие вещи, которые нужны были именно этому конкретному производителю SEO для того, чтобы затоплодить пользователю его софтвар. Четвертым пунктом мы просто нотифицируем пользователя и производителя о деталях заказа, производитель начинает деплоймент в своем клауде, кастумер, естественно, просто получает уведомление, что мы начали, пожалуйста, подойди, жди, мы тебя контактнем назад. И шестой пункт, это такое требование со стороны Амазона есть, что если пользователь внезапно в маркетплейсе захотит перестать пользоваться продуктом, то есть такая опция в маркетплейсе, можно сказать, я не хочу этого больше делать, отпиши меня от этого продукта. В таком случае, эта аппликейшен получит SNS, Simple Notification Service, нотификацию о том, что определенный юзер совершил такое вот действие, он не хотел больше пользоваться вашим продуктом. По большому счету, вот эти четыре пункта, это то, что должен, в принципе, делать этот хендер аппликейшен для AWS Marketplace. Я дальше буду, точнее, я дальше вставил чуть-чуть скриншотов того, как это можно было бы сделать на AWS Lambda. Мы до этого это сделали на джанге. Вот буду показывать, где это делается просто. Так вот, subscribe-метод, это, собственно, та вещь, которая нас отвечает за третий пункт. То есть, ну, ничего особо сложного, просто вызывание методов из бота-библиотеки. Бота-библиотека — это такая библиотека для работы с AWS сервисами. В раппе вокруг API. То есть, кода немного, но если представишь, что это все не Flask, а там, допустим, Django Application, то надо еще чуть-чуть добавить к нему кода, который будет этим всем манипулировать, запускать, роутить, делать много очень тех вещей, которые на самом деле нам не интересны ими сейчас заниматься. Нам надо выполнить только вот эту функцию, проверить, что клиент, который к нам пришел, он валидный, проверяем через токен и запросить у него дополнительную информацию. Ну, либо сказать, что что-то пошло не так, ты, наверное, не наш клиент, ты кто-то другой. И если смотреть на питоновские аппликейшены, то у нас есть несколько фреймворков для именно интеграции питоновских аппликейшенов в инфраструктуру вот этих вот AWS Serverless Provider. Я выбрал запу, судя по активности на репозитории, она очень активно девелопается, с меняемой документацией и вообще производит впечатление того продукта, которым хочется брать и пользоваться. По большому счету запа, она определяет тип вашего аппликейшена, то есть она может понять, например, это Flask или даже Django вы захотели использовать. И дальше она через Amazon API загрузит аппликейшен на S3, потом она создаст лямбда-хендлеры, которые у вас, собственно, будут как BIM, получается. И она создаст Amazon API Gateway, который будет, по сути, выступать роутером и будет роутить внешние реквесты на ваш контроллер. Запа поддерживает, в принципе, все VSGI аппликейшены. Ну и ставится она просто питомовским пакетом, ставится PIP, после чего выполняется запа и NEED. Это позволит отконфигурировать, как деплоить ваше приложение, как называются энвайрменты. И на первых парах этого, в принципе, и хватит. Вот ее Initial Configuration, то есть это DevEnvironment, функция DemoUp и S3Bucket, куда это будет загружаться. Так выглядит деплоймент. Занимает... Вот деплоймент той предыдущей функции у меня занял около 40-50 секунд, что-то около того, как по мне довольно-таки долго, но... Ничего не бывает хорошо. После деплоймента здесь появляется URL. Переходя по этому URL, мы, собственно, перейдем на наш аппликейшен. Если после деплоймента открыть AWS консоль и вот перейти в Lambda Function Resources, то мы увидим ново созданную функцию zapp.def. Если ее открыть, то, в принципе, код этой функции это будет обертка, которая будет запускать ваш аппликейшен. То есть zapp создает функцию, которая заливает в нее код, который позволяет запускать ваш код. Собственно, и все. Также будет создан API Gateway. Это тоже. В этой AWS консоли доступна для просмотра. У меня мы, собственно, и видим, что при доступе к корню сайта... Корень. Мы только его описали. У нас будет триггериться запада и фланда функция. То есть, в принципе, вот написав 10 строк кода, поставив одну библиотеку, мы, в принципе, выполнили первый, третий пункт. То есть, то, что в самом начале должен делать наш аппликейшен. Два пункта. Я подумал, что лучше сфитнуть и не останавливаться на них. Потому что, по сути, это точно такие же вызовы просто рендеринг новых вьюх. Либо вызов каких-то внешних сервисов для нотификации. СНС, СИС. Ну, то есть, в принципе, это могут быть либо амазоновские сервисы, либо какие-то внешние сервисы для нотификаций пользователей. И производители АПО. Единственное, что, в принципе, здесь очень интересно осталось, это то, как можно сматить какие-то внешние ивенты. В данном случае это Simple Notification Service ивенты на наши методы. Вот метод, который будет обрабатывать Unsubscribe Events. Ему передается ивент. Это информация о самом ивенте. То есть, что было в этом ивенте. Обычная информация о структурах, которые туда приходят, она доступна где-то уже в документации. По какому-то конкретному продукту. В данном случае описание этого ивента было в AWS Marketplace Custom Guide. И, собственно, этот метод просто проверяет то, что был Unsubscribe Event. И уведомляет производителя о том, что какой-то определенный кастомер, он не хочет больше пользоваться вашим продуктом. И чтобы привязать вот этот вот код, который тоже потом станет после дополнительного лямбда функцией, чтобы привязать его к исполнению какому-то триггеру, в запа-конфиге описывается, в принципе, этот ивент. Написывается функция, которая должна быть стригерена. И источник ивента. Вот в данном случае это публикация в SMS-очерь. Это всё. Это всё. Всё. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова